всем привет сегодня второе марта весна до лета остался 91 если сегодняшний считать день и дальше будет короткое видео о том как выглядит наш ботанический сад в этот замечательный весенний по-настоящему весенний день осталось совсем немножко у нас вот здесь прячется сейчас птицы млечник думаю что через недели две две с половиной уже появятся листочки залитый солнцем ботанический сад пальмы мы пока не развязываем потому что в конце марта у нас возможно будет похолодание до плюс 5 плюс 10 иногда бывает снег выпадает в эти дни это нормально для климата где только-только установилась равновесие между температурой воздуха и температурой воды в море веселые огоньки анютиных глазок необычно это выглядит сейчас такое вот весенние весеннее весеннее настроение появляются первые бутоны у тюльпанов совсем скоро они уже зацветут вот они маленькие нежные вот тут даже видно что будет желтый цвет тюльпаны создадут о один тюльпанчик вылетел сейчас мы это дело поправим птицы птицы иногда ну да вот клюют выкапывают тюльпаны кого вкусные сладкие поэтому мы ссылку коллекцию ирисов от никитского ботанического сада и защитили сеткой молодые детки юки вот они вот они появляются это вот так вот у нас юка 2 марта начинает радовать агрономов нашего ботанического сада а вот невянник который уже готов ну ромашка как ее называют который готов распуститься уже на этой неделе ромашка у нас молодец маленькие голубые цветочки вероники персидской юка здесь под защитой заборочка поэтому ее даже минус не взял будьте аккуратны она вот здесь вот очень остро спирея японская усыпанная почками распустившимися уже создает иллюзию летнего настроения кусты медленно зеленеют вот они нежная сочная зелень она такая будет еще долго бабочки летают это у нас бабочка адмирал второе марта вот она красотка ничего не боится скоро их будут тысячи рядышком с ирисами это не коллекционные посадки это наши собственные замечательно сейчас цветет целая коллекция примул первоцветы у нас здесь сразу несколько цветов вот этот вот очень нежный слоновая кость оттенок желтизной вон наши посадки ириса видите сеткой мы их закрыли то прилетают у нас здесь желающие поживиться вкусными корнями это глициния тоже фокус не попадает а вот так и так не попадает вот попало вот так не попадает глициния которая готовится зацвести и порадовать нас огромным количеством фиолетовых цветов пока она без листьев но она их только сбросила вот буквально недели две назад тут главное не вспугнуть видите бабочка сидит какая большая адмирал весна долгая нудная все таки я тебя сфоткал весна уже везде чувствуется вы просто не представляете сколько здесь трудится сегодня пчелок день безветренный но я надеюсь мы еще шмелей поймаем пока их не вижу ой ну все красоточка бабочка улетела вот они неутомимые пчелы это у нас да отцветает хиномелис отцветает хиномелис все в этом году мы говорим зимоцвету до свидания в тенечке еще один остался симпатяга но цветов тоже все уже немного а рядышком у нас гость из восточного и центрального Китая это барбарис юлиана колючее растение у нас два больших куста вон даже плоды еще висят с прошлого года вон видите вдали вот они очень декоративно выглядят конечно соцветия он такой усыпанный желтыми цветочками но очень колючий будьте пожалуйста аккуратны очень декоративное растение но у нас других здесь и нет все особые и вот здесь наша красавица камелия японская залитая солнышком весенним два дня уже у нас весна посмотрите какая классная сочная сейчас сделаю несколько фоток чтобы в группы выложить наши сочинские и еще вот бутоны есть еще будет цвести и вот еще бутончик и вот бутончик сказочная цветы опадают алоха Гавайи смотрите какая классная тоже гость у нас из региона Азии где она достаточно традиционна вечно зеленая культура коричник вот уже готовится к новому году вегетации тоже оттуда же гость Китай Юго-Восточная Азия север Индии молодые побеги очень декоративно выглядят они вот они зеленые зеленые сочно зеленого цвета как все молодые ветви вот они создают у нас вот коричник вон коричник вот он еще один и вот большая они у нас здесь создают такую шапку вечно зеленую в нашем ботаническом саду лавровый листик здоровое растение щитовки нет шефердия тоже распустила свои листочки скоро зацветет ну как скоро через два месяца все зацветет мы в том году с лучиком снимали здесь недалеко на прудах снимали что мы там снимали мы там снимали растения которые цветут в конце апреля начале мая и вот там вот шефердия несколько гигантских кустов они как раз в этот момент усыпаны были соцветиями запах такой стоит сладкий сладкий ягодный вот нам ушмула которая вот в таком состоянии будет у нас еще достаточно долго два месяца точно весь март апреля в мае как внезапно начнет наливаться ух вот это смолосемянники тоже гости с азиатского континента красавец хеномелес усыпанный цветами усыпанный цветами до формирования листьев невероятный цвет сам по себе цвет необычный ну и конечно очень декоративно выглядит обратите внимание на эти кусты вот этот вот вот этот вот он просто фору дает вот она весна у нас несколько крупных кустов хеномелеса есть на улице роз у нас хеномелес украшает в центре на воровского можно увидеть но самый большой конечно на рост там несколько крупных крупных выше человеческого роста растения пчелки опыляют хеномелес стараются собрать хеномелесовый мед вот так когда делаешь фотографии они выглядят очень необычно посмотрите сколько цветов вот это я тоже сейчас сфоткаю тут даже вот слышно и видно посмотрите сколько пчелки собрали меда смотрите какой богатый урожай уже у пчелок есть ой я сейчас отдельное видео сниму об этом отвлекусь на 5 минут вот блестящие сочные но не съедобные плоды калины вот она симпатичная какая особенностью растения является то что она вот плодоносит а вот цветет отцветает наша жимолость душистейшая все вот уже появляются ягодки маленькие но их в пищу массово не используют птицы склевывают ах там синичка невеличко сейчас эффектно выглядят стволы инжира они у нас пока без листьев естественные конечно удивляют с своей такой кослявостью слоновостью а это белая форма спирея спирея вангутта это гибридное растение искусственно искусственно выведенная эдфорзиция тоже еще один из очень эффектных гибридов готовится к цветению она у нас будет покрыта желтыми цветками а вот это растение белыми эффектные они очень эффектные они очень то зацвести до замечательного весеннего праздника они конечно не успеют а вот в начале мая безусловно обрадуют нас огромным количеством цветов вон у нас сколько здесь конечно видео получится фантастическое буквально через два месяца в начале мая можно будет уже снимать цветущий розари сейчас добегу до розочек которыми мы гордимся это подарок от никитского ботанического сада вот они они у нас прижились посадка была сделана почти месяц назад в начале февраля видео у меня есть на канале вот они у нас все прижились все зелененькие все с почками не знаю пропавших кустов мы пока не видели все нет нет пытаются вегетировать и некоторые даже довольно успешно уже видны хорошие такие почки вот они так что мы надеемся что эти розы тоже в этом году нас обрадуют своим цветением циросис китайский он у нас тоже видите готовится уже вот они почки набухли осталось совсем чуть-чуть он будет покрыт это бобовая он будет покрыт огромным количеством багряных таких соцветий очень красивый декоративный куст но видео о нем будет чуть позже у меня на канале есть того года осталось в этом году мы пока не снимали пока нечего ива вавилонская извилистая держалась до последнего листву только-только осыпала очень красивый декоративный куст ух ты так ну-ка нам нужны специалисты гранитологи что это вот за птичка чомга к нам прилетает на пруд и плавает здесь где она тут не поймаешь против солнца или не чомга но очень напоминает чомгу вот она в том году плавала в этом году плавает не боится но и близко не подпускает вот стоит подойти к ней сразу шух в сторону хорошо плывет так состояние ирисов мы их посадили осенью уже они дали зеленую поросль вот здесь у нас еще и тюльпанчики в общем вот так вот они у нас уже выглядят в этом году не знаю будут свистели или нет мне кажется они еще маленькие очень для этого хотя вот есть кусочки покрупнее вот они вероятнее всего будут ирисы у нас в адлере уже цветут на видео которое я снимал в феврале они уже есть это такое растение распускается одним из первых особенно если растут где-то в теплом месте фейхоа бразилия аргентина южноамериканское растение наш конечно фантастический экзот а главное дает вкусные съедобные плоды это мы готовим к посадке дубровник и у нас здесь есть еще несколько ростков гривилеи с пятого континента выглядят как хвойные один в один если не знать что это растение Австралии Папуа Новый Гвинеи это цинерария здесь ей тепло поэтому она у нас видите совсем скоро зацветет вот это растение вот это растение конечно сейчас не производит впечатление это бобовник видите фасольки какие он дает маленькие бобовые вот с бобовником вы можете познакомиться или знакомились если ездили по нашему серпантину под Туапсе особенно много в Ольгинке за Новомихайловским если в нашу сторону ехать такие в апреле месяце грозди желтых цветов свисающих над дорогой вот там бобовника много на этом участке между Лазаревка и Туапсе у нас он тоже цвел но потом чуть-чуть заболел и мы вот после стрижки ждем что новые побеги будут цвести один из самых эффектных уголков у нас прямо лето-лето здесь у нас уже вот сюда отойду к сосенкам и вот так вот фотографию надо сделать клевера тут уже косить надо травы много сочной сейчас не буду искать четыре лепестка они у меня дома есть мы нашли несколько лет назад случайно в рамочку поставили кунингамия ну вот ждем я уже рассказывал к сожалению одно растение у нас слишком плохо себя чувствовало а вот эти затаились ну посмотрим перспектива у них есть вот это растение еще не попадало в наш объектив это настоящая корица та самая булочки с которой например я очень люблю молодые веточки очень нежное растение очень нежное но почки этой зимы и сохранились поэтому мы конечно надеемся на то что в том году только посадили надеемся на то что корица у нас будет огромным таким деревом наше магония очень декоративное конечно растение выглядит как пальма издалека это вообще экзот экзот вот это растение с тихоокеанского побережья Северной Америки удивительно что оно нашло свою вторую родину в нашем климате вот такая еще окраска листьев есть красоточка она у нас вот это кизил 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 сейчас у нас цветет у меня около дома тоже есть огромный куст но он там на фоне страшного забора я его не снимал а здесь кизил усыпанный цветами сейчас самое самое время все желтенькое магония вот видите как у нас кизил вот видите как у нас кизил издалека такое же маленькое желтенькое облачко нарациссы нарациссы у нас пока не цветут не цветут зато у нас распустился зверобой это зверобой хиткоут кустовая форма да да это тоже зверобой очень красивое декоративное растение семена вот висят до последнего уже марок месяца они созрели в декабре пейзажи летние это вот азия средиземноморье австралия там вот типичные можжевельники япония вот так фотку сделаю и на этом наверное все на сегодня ну и вот так очень эффектно выглядит наш ботанический сад так ну ладно всем пока на сегодня все небольшой сюжет вот так вот вот так вещество как это